Доброе, насколько возможно, время суток и поздравляю всех с Ханукой. И мы знаем, мы говорили, что в Хануку мы всегда читаем историю Иосифа. И мы как-то об этом даже говорили в прошлом, что Иосиф это модель, Аризаль говорит, галута и избавление. Но в этом году обычно читают Порошат Микец. Следующую недельную главу в этом году читают Порошат Микец, о том, как продали Иосифа. До того, как он поднялся, вся его история в Египте, это Порошат Микец и начало его подъема. И если вопрос такой пришел, есть ли связь с тем, что написано в нашей недельной главе Ваишев о продаже Иосифа и Ханука? Вы хотите попробовать, если какие-то идеи? Да, и я вам хочу предложить такую идею. Я пытаюсь ее обосновать, что да, есть такая связь. И она довольно необычная. Сказано, помните, что вообще не до конца понятно, кто продал Иосифа, кто его вытащил из этой ямы. Братья в Емшихугу, они вытащили это. Братья вытащили, как простое понимание, и продали его. Или братья хотели вытащить, и вытащили купцы. Да, медианские, и т.д. Или ишмаилим, ишмаилиты. Кто-то его вытащил. И все равно, братья, ответственные, это даже нас учат, что даже если вы, так сказать, что-то, как мы говорим, планировали, создали какую-то непроходимо бы сказанную плохую схему, и кто-то от этого пострадал, даже если вы сами ничего не сделали, вы тоже за это отвечаете. Но это не наша тема. Вот сказано в Торе, такая необычная вещь. Раша обращает на это внимание. И И вот Караван ишмаилитян идет из Гелада. Кстати, я думаю, можно отдельный урок посвятить, почему Гелад связан ли это с понятием Галь-Эд, и Гелад, который Минаше Бен-Яир захватил потом, когда евреи входили в Арцестраиль. Это не наша тема. И верблюда их несут пряности, бальзам и ароматную смолу. И возникает вопрос, зачем нам Тора это говорит? Давид, какая нам разница, что несет Караван ишмаилитян? Может, они, не важно, что они несут, зачем нам рассказывать про пряности, бальзам и ароматную смолу? Как вы думаете? Есть ли это идея? Почему? Зачем нам это знать? Может быть, потому что это богатые купцы? Ну, и что? Ну, они были богатые или не очень богатые? Какая нам разница? Нам нужно знать, что Иосиф попал в Египет, а какие бы они были купцы первой гильдии, второй гильдии, с разрешением жить в Петербурге или нет. Какая нам разница? И Раша это замечает, так у нас мало времени. И он говорит, что Всевышний сделал чудо. И чудо было такое, что обычно эти купцы несли какие-то вонючие вещи. Например, мазут, керосин, как бы мы сказали, нефть. Мы не очень знаем, как это в древности называлось, и что там, какое там было, октановое число какое было, мы не знаем. Но что-то такое, какую-то горючую жидкость, которая плохо пахла. Но Всевышний сделал чудо. И не забывайте, что это не был, так сказать, автобус, который их перевозил, это Юсеп там был связанный на верблюде. Да, или как-то там его переводили. Или шел рядом с верблюдом связанный. И он постоянно нюхал это и поклажу, то, что они перевозили. И если бы не Всевышний сделал чудо, он бы всю дорогу в Египет, не знаю, было несколько дней, нюхал бы вонючий мазут, скажем, это был мазут или асфальт, а он нюхал благовоние. И так Всевышний сделал чудо, чтобы помочь Иосифу. Какая с этим проблема? Давид, вы не видите никакой проблемы? Я вижу, конечно, если Всевышний хотел вмешаться, так мы его освободили. Правильно, конечно, как говорится, спасибо за это чудо, но лучше ехать домой и нюхать вонючий мазут, чем идти рабом в Египет и нюхать благовоние. Правильно? Рав Шмулевич задает этот вопрос. Зачем нужно такое чудо? Если Всевышний хотел сделать чудо, зачем было делать такое чудо? И он объясняет, что в этот момент начал развертываться план Всевышнего, что Иосиф должен был попасть в Египет и он должен был там подняться. И я вам только скажу, так как это не наша тема, я скажу очень коротко, что Зоар говорит, что дети Лии и дети Рахеля отличались по своим качествам взаимодействия с этим миром, что Рахель они символизировали Идгалия, они символизировали открытый, так сказать, еврейство, которое открыто этому миру, и поэтому, так сказать, Иосиф поднимается. И очень интересно, что храм находится в наделе и Иуды, и Беньямина, но часто упоминается, что он в наделе Беньямина, и он связан именно с открытостью этого мира. Очень интересно. Иуда, это Иткаси, они более, так сказать, изолированы, скрыты от этого мира. У них были две, так сказать, модели, и они были разные, они не могли понять и уважать отличия, да, это был корень, и дальше там этот сделал то, и этот не то про него сказал, как, к сожалению, это бывает. Но они были разные, и Иосиф, который, так сказать, нес себе эту идею управлять миром, он шел в Египет, в суперимперию этого мира, самое низкое место, и он там должен был подняться. Это был план Всевышнего. План начал, знаете, операция пошла, план начал осуществляться, поэтому Иосиф не мог ехать к отцу. Мы можем говорить, могло ли быть по-другому, Равстолович говорит, что да, могло бы быть, если бы братья не продали Иосифа, то это не нужно было бы, потому что уже Галут был у Лавана, но мы не будем в это входить. План развертывается, он идет в Египет, и Всевышний делает ему чудо, показывает, что он с ним. Да, хотя Иосиф не понимает, весь мир Иосифа разрушился, он нар, он подросток, да, он был любимым сыном отца, отец считался его старшим сыном, Бехор, он обучал его глубоким разделам Торы, все было замечательно, кроме, так сказать, ссоры с братьями, и вдруг все развалилось, у него нет ни отца, у него нет семьи, у него ничего нет, он не знает, выживет ли он завтра, он раб, и в этот момент Всевышний показывает, что он с ним. На что это похоже, прежде чем мы перейдем к Хануке, это четвертое благословение, Беркат Амазон, посмотрите, а то у Амитив, добрый, дословно, и делающий добро, уметь его, у Етьев, он там делает, и будет делать нам добро, да, самое большое, самое, больше всего благословение, что это за добро, посмотрите, много седуров это приводит, например, от Скроула, Игмара это приводит, что когда римляне победили Бейтар, это был последний оплот еврейской независимости, восстание Баркокба, они перебили все население там, сотни тысяч людей, и, так сказать, преувеличивая, Гмара говорит, что кровь текла рекой, и не дали их хоронить в течение года, но Всевышний сделал чудо, их трупы не разлагались, и поэтому их похоронили через год, когда там, так сказать, власть в какой-то степени сменилось в Риме, или что-то там удалось, что-то, так сказать, получить разрешение, их похоронили. И это было чудо, и за это мы говорим о Тове Амети, добрые делающие дома. Что это за чудо? Чудо было бы, чтобы они победили. Что это за чудо? Равш Мулеевич говорит, в самой низкой точке Всевышний показывает свой свет, показывает, что он все равно с еврейским народом. И если мы посмотрим с этой точки зрения на Хануку, известно, это чудо, да, смотрите, какое чудо, был горшочек с маслом, мог гореть один день, а он горел восемь дней, это правда. Но это чудо, извините меня, для, так сказать, начальной школы. Да, что это за чудо? Во-первых, в храме была западная свеча, Нера Маарави, который, когда евреи были на высоком духовном уровне, он и так горел, он не гаснул, как Ханукальная эта свеча, да. Во-вторых, Маараль спрашивает, 500 лет назад, зачем нужно было это чудо? Ну, не горел бы горшочек, ну, ждали бы они еще неделю, и пока сделали бы это масло. Что бы изменилось? Казалось бы, мы говорим а-ля Милхамот, да, а-ля Чуот, за войны, за спасение, в чем было чудо? Маковеи победили греков. Вот было чудо. А что горшочек горел? Ну, горел он, ну, замечательно. А если бы не горел, что ничего не изменилось бы? Но мудрецы подчеркивают именно этот горшочек. Почему? Потому что на самом деле, с перспективы 2000 лет, как раз все наоборот. Да, Иуда, Маккаби победил греков в какой-то момент и даже захватил храм. Но если вы посмотрите на еврейскую историю, а многие книги это приводят, например, Пнине Аллаха есть очень, так сказать, развернутый исторический обзор. Потом греки пришли с большими силами, выбили евреев из Иерусалима и снова захватили храм. Они не стали водить эти дикие, так сказать, законы по прагматическим соображениям, чтобы больше не было бунтов. Но война продолжалась еще много лет. Да, и десятки лет, есть мнение 25 лет. Есть мнение, что евреи всегда были зависимы от других империй. И, кстати, я вам хочу сказать, я не буду выходить, что весь этот период, 160 лет и греческого правления до Хануки, Ханука и сто с чем-то лет хасманейских царей, это все называется Галут, Галут-Яван. Это все было изгнанием, да, к сожалению. То есть, и потом это перешло в римский Галут, Эдом, в котором мы находимся. Да, была победа, а потом были поражения. Почему же так важен этот горшочек с маслом? Если вы посмотрите, Рамбан, Нахманид, говорит, что в главе Баалут-Ха, он говорит, что награда Аарона, первосвященника Аарона Куэн, в том, что он зажигал Минуру, это было то, что его потомки будут зажигать ханукальные свечи. Да, Маккабим были Куэны, они потомки Аарона, они зажигали ханукальные свечи. Какая связь? Аарон зажигал Минуру, прошло там, я не знаю, полторы тысячи лет, я его, так сказать, упрощаю, и потом, чуть меньше, и его потомки будут зажигать ханукию там. Ну и что? Какая связь между этими двумя действиями? Связь очень интересная. Бнейс Асхар говорит, что всего в хануку мы зажигаем 36 свечей, все 8 дней. Почему 36? Потому что, помните, когда Всевышний сотворил этот мир, кроме физического мира, фотонов, нуклеар реакшн, там, что это, так сказать, физика света, о которой мы говорим, физический свет, был духовный свет, который назывался органуз, спрятанный свет, потому что всего с него спрятал, да, для праведников, для будущего мира. но этот свет вернулся, условно говоря, в полдень, в шестой день, и он светил весь шаббат первой 36 часов. И ханука символизирует этот органуз, этот спрятанный свет, и мудрецы говорят, что когда Арон зажигал Минору, это не просто, как мудрецы говорят, зачем Всевышнему нужен свет, да, что, так сказать, хасвы шалом, что ему нужно темно, что, зачем ему зажигать какой-то свет, но это был вот этот спрятанный духовный свет, это символизировало Минора, и даже не евреи, которые приходили в первый храм, это чувствовали, что там был необычный духовный свет, и поэтому они называли Иерусалим Ороша-Люлам, светом мира, не потому, что там стояла канделябра, которую зажигали, это было, конечно, было интересно, она была красивая, но, во-первых, не евреи не могли входить в то место, в Ейхаль, где зажигали канделябру, во-вторых, в Древнем мире было давно много всяких канделябра, чудес света, я не думаю, что это само по себе было таким впечатляющим явлением, но они чувствовали некую духовность, и именно в низшую точку, так сказать, в самую густую тьму Галута Всевышний показывает этот проблеск, да, органуз, духовный свет, и и в этом чудо Хануки, как говорил Равч Мулеевич, это поцелуй Всевышнего в тьме Галута, да, евреи, освобождение началось, евреи пошли в очень тяжелый Галут, но что это был за духовный свет, что началось примерно со времени Хануки и продолжает развиваться до сегодняшнего дня, в такой форме усиленно, это было всегда, но это начало очень сильно развиваться именно с момента прихода к власти Хашмунаим, Давид, вы не знаете? Нет, не знаю, может быть, Турашиба Альпе? Турашиба Альпе, совершенно верно, вы знаете, посмотрите эти Зугод, то есть, всегда была устная Тора, но, видимо, массовое изучение устной Торы, когда люди участвуют, и каждый, кто учит Талмуд, каждый, кто учит Мишну, он как бы участвует в этом движении изучения устной Торы, развивается именно в это время, несмотря на все проблемы, еврейское государство, или это было полугосударство, полуавтономия, оно дает евреям изучать Тору, во-первых, там есть экономический подъем, во-вторых, все-таки евреи, они все-таки не дают евреям изучать Тору, несмотря на то, что, к сожалению, правнук Маковеев были, они были сами уже, как бы мы сказали, метья в ним, с Дуким, и тем не менее, в этой исторической правде, они давали евреям в какой-то степени изучать Тору, хотя были конфликты с мудрецами, и устная Тора растет, и это, так сказать, этот огонь духовный зажжен светом Хануки, и это спасло еврейский народ во время Галута, и поэтому идея в том, что каждый раз, когда мы видим, что такая ситуация темная в нашей модели, Иосиф, его, так сказать, продают родные братья в рабство, и его везет этот караван арабов, там, медианимы еще были, неважно, и всегда нужно попытаться найти вот этот свет, эту светлую точку, и попытаться от нее зажечь, так сказать, из искры, извините за выражение, возгорится пламя, из нее зажечь этот огонь, и попытаться этим поддержать или исправить ситуацию. Теперь, вы мне хотите сказать, ну, Ханука, это чудо, Иосиф жил в другое время, я хочу обратить внимание, что у Рамбома, Маймонида, есть раздел, который называется Иссудота Тора, Основы Торы, и есть раздел, который называется Законы Хануки, так вот, фактически, может быть, один раз, Рамбом, когда он описывает Основы Торы, не упоминает, не обсуждает понятие чудо, потому что мы, это отдельная тема для Рамбома, Всевышний управляет мир через законы природы, и чудеса проходят в эти, в рамках этих законов природы, я не буду сейчас обсуждать различия взглядов Маймонида и Нахмонида, я это так суммирую, и поэтому, это как вы на это смотрите, представьте, что у вас есть программа, какая-нибудь Excel, какая-нибудь Word, любая компьютерная программа, она работает по алгоритму, это ее нормальное состояние, если происходит сбой программы, то это нежелательное состояние, иногда это нужно в крайних каких-то, там, ребут, я не знаю, в крайних ситуациях, так Рамбом смотрит на чудеса, можно на них смотреть по-другому, я имею в виду чудеса выше закона природы, но, он говорит, когда он обсуждает законы Хануки, он не упоминает понятие персума-нес, посмотрите, в законах Рамбома нет понятия персума-нес, как его обычно понимают, персума-нес, это значит, вот смотрите, произошло такое чудо, горшочек горел восемь дней, да, вот, я не знаю, прихожу на работу, я работаю с людьми самых разных, так сказать, частей света, если я скажу каким-нибудь людям из Непала, из Лаоса, даже из Китая, вот, вы знаете, горшочек горел восемь дней, они так вежливо улыбнутся и скажут, да, знаете, как интересно, да, интересная история, что у нас на завтрак, на обед, вот, это не релевантная для них история, как же мы можем делать персума-нес, Рамбом говорит что-то другое, он говорит ле харот у легалот, показать и обнаружить это чудо, как мы показываем и обнаруживаем это чудо, одно из пониманий и интерпретаций Рамбома, то, что мы видим этот свет, даже в обычной жизни, даже в темное время мы можем увидеть этот отблеск, органуз, который символизирует ханукальные свечи, и известно, что многие хасидские раввины, например, предыдущие Любавические Рэбби, но и другие хасидские раввины говорили, что важно в хануку посидеть, послушать, что рассказывают ханукальные свечи, на мой взгляд, что там слушать, мы слышали эту историю много раз, но в ханукальные свечи рассказывают, что даже в темноте Галута есть этот отблеск органуз, есть скрытый свет, его можно от улегалот, как говорит Рамба, его можно показать и найти, и если мы это делаем, мы несем идею хануки, и действительно, эта концепция, концепция того, что есть Всевышний, есть вот этот скрытый свет в мире, она как раз доступна, и я думаю, что релевантна для всех людей на земле. Спасибо. Спасибо.